МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите культурное обозрение. В студии Анастасия Гришина. Сегодня в нашей программе. Полувековой юбилей Кривцовскому мемориалу 50. Как прошли торжества в честь павших за Родину? 79 лет назад. Время нашествия немецко-фашистских захватчиков на Орловщину. Почему важно помнить? Семейный портрет в 19 веке. Каким деталям художники уделяли особое внимание? На прошедшей неделе в Орле прошло сразу несколько патриотических событий, которые затем трансформировались в мероприятия. Мы не могли не рассказать вам о них подробнее. Итак, Кривцовскому мемориалу исполнилось полвека. Такие дни рождения не празднуют, но отмечают. Минуты молчания, возложением цветов и митингом. Как прошли поминальные мероприятия в честь павших, расскажет мой коллега Сергей Быковский. Высота Дейкстага, над которым когда-то взвилось знамя победы, 47 метров. Теперь это знамение не вьется на ветру. Лежит плашмя поверх гробов, в которых уместились останки 219 бойцов. Их нашли в прошлом и в этом году здесь, в Болховском районе. Не так уж далеко от Кривцовского мемориала. Охоронят их ВИПы, ветераны, власти региона, депутаты Госдумы, поисковики. Проводить приехали и ДСАФ, и силовики, и юноармейцы, и многие прочие. Встали в каре на полянке, поодаль от вечного огня и памятников. И преклонили головы. Мы положили на алтарь Отечества 27 миллионов лучших сынов и дочерей нашей Родины. Вот они лежат перед вами. Давайте в эти минуты вспомним о солдатах 41-го, о Бресте, о тех, кто погибал в Пинских болотах, о Ржеле, о Сталинграде. Но именно в этот день более вспоминали о попытках вскрыть под Болховом оборону немцев. О том, как с начала 42-го и аж по 43-й гибли здесь и зачастую целыми подразделениями. Места, где артиллерия и пулеметы врага крошили героев, исполнявших приказ, зовутся Долиную Смерти. Мы стоим сейчас на одной из самых боевых высот Орловской области. У вас за спиной проходил снежный вал. Он длился всего полтора километра. Три траншеи и 21 пулеметная точка. Зима 42-го. Это все, что работало здесь на защите этой высоты со стороны немецкого вермахта. Оборона, казалось бы, была не такая зубастая. Но 5 тысяч легло здесь в феврале-марте 42-го. Именно они здесь захоронены в первых захоронениях. В память о павших 50 лет назад появился у деревни Кривцова мемориал. Говорили здесь о его истории и авторе, художниках и скульпторах. О том, например, как в трудные годы ухаживал за могилами педагог из соседнего Фатнева и его ученики. Больше и некому было. Не то, что теперь. Мемориал ремонтируется. Дорогу вот к нему застелили асфальтом. Мы гордимся тем, что Кривцовский мемориал вошел в число выдающихся мемориальных комплексов России. Сегодня он стоит в одном ряду вместе с такими святыми для каждого россиянами памятниками, как ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане, могила неизвестного солдата у Кремлевской стены, Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и многие другие. И да, стояли ведь все на будущей могиле. Когда-нибудь перевернут и эту землю и вычистят место для новых сотен бойцов, что еще выйдут из засыпанных траншеи воронок навстречу поисковикам, их щупам и металлоискателям. И да, знамя Победы не может быть спущено. И пусть глубина этой братской могилы всего-то парочка метров, но сняли знамя с гробов, без него уложили служивых и неживых в могилу. Но не может это красное полотнище оказаться ниже, чем на крышках гробов у героев, и то только на проводах. И то для того лишь, чтобы показать, на каком они небе погибшие. Небе, начавшемся на высоте Рейхстага 47 метров. Сергей Быковский, Андрей Погосян, телеканал Первый областной. Еще на прошедшей неделе орловчане вспоминали, как в 41-м немцы взяли город, и как 79 лет назад они на неделю были остановлены танкистами под командованием Михаила Катукова. В начале октября того года на дороге в Амцинск и родилась Советская танковая гвардия. А 19 лет назад, в начале октября, появился мемориал в честь тех героев. Это петуньи. Их клумбы требуют внимания. Надо убирать сухие цветы, поливать остальное через день и раз в неделю подкармливать. В остальном петуньи неприхотливы. Цветут до морозов. Вот, говорят, климат меняется. В Орле теплее стало уже и богомолы не редкость. Оно и хорошо. Тем дольше цветы эти будут украшать мемориал танкистам-катуковцам. Чуть ли не круглый год. Об этом рассказали бы сотрудницы агрофирмы Мценская, которые за мемориалом ухаживают. Но на торжественном собрании в честь 19-летия мемориала выступали не они, другие. Впрочем, их руководитель согласился. Да, в самом начале, в 2001-м, было холодно. И из цветов не петуньи, а только гвоздики для возложения. Была черная земля, был снег на ней. Он лежал до обеда. После обеда снег растаял и стало грязно. Было довольно-таки холодно. Говорят, что в 41-м году была именно такая же самая осень. И так же было холодно и неуютно. Именно Жернов главный реализатор идеи. А вдохновил его, и получается, всю агрофирму на создание этого мемориала профессор ОГУ Егор Щекотихин. Так и появился на 337-м километре автодороги Крым-2, почти на границе Орловского и Мценского районов, этот комплекс. В память о тех, кто на этом вот месте, 6 октября 41-го года, сдерживал танки врага. И по соседству. Всю неделю. Давая так возможность укрепиться Туле и даже Москве. Танкистами командовал полковник Катуков. И родилась тут тогда Советская танковая гвардия. Самые кровавые танковые сражения проходили на нашей Орловской земле. Недалеко отсюда, это в 20, буквально 15 километрах, состоялось крупнейшее танковое сражение на реке Алишне. Чуть дальше, где участвовало около 1200 танков с двух сторон и самоходов. Это упорило. В списке геройских сражений советских танкистов и события в районе нынешнего мемориала. Здесь, на этой земле, 5-6 октября 1941 года, без вести пропало 143 человека. Только из состава первой, четвертой танковой времены. А еще здесь воевали пограничники, тульские курсанты, десантники и не только они. Кто-то из них лежит здесь по сию пору. Поисковикам удалось обнаружить место захоронения нескольких бойцов, которые совсем рядом с дорогой и неподалеку от Вечного огня. Могилу нашли, приобретя немецкую аэрофотосъемку. Летали их разведчики потом, уже после описываемых событий. Только с четвертой попытки у нас получилось получить тот снимок, на котором видно все полюбое, по факту, именно 6 октября 1941 года. Уже при детальном изучении мы обнаружили вот эти два объекта. Здесь конкретно видно то, что места закопаны. Работа по подъему останков начнется, как только разъедутся гости. А среди них и сестра жены Катукова, и ребята из только что созданного при Отрадинской школе поискового отряда «Юный Катуковец», и военные из 1-го гвардейского чертковского танкового полка имени маршала Катукова. От них подарок. И хорошо, что теперь танки только подарочные модели. И памятники. И хорошо еще, что погода, что все не так, как войну. Сергей Быковский, Андрей Погостян, телеканал Первый областной. Доблесть и мужество воспел в своих произведениях и орловский писатель Владимир Федин. Правда, герои в его произведениях скорее вымышлены, сказочные. Писатель выпустил сборник из 15 стихотворных сказок. И сказки эти не простые, а болховские. На данный момент существует всего 5 экземпляров книги. Одна из них стала экспонатом Болховского краеведческого музея. Слово Карине Лаврушиной. Мчится по полю гонец через Болхов хатынец. С таких строчек начинаются приключения Ильи Муромца в болховских сказках Владимира Федина. В книге, где переплелись герои обычных русских сказок с легендами и бытом старинного города. В сборнике, над которым работал не один болховчанин. Эта книга объединила в себе труды сразу двух болховских художников. Кисти и Слово. Все красочные картины к сказкам – результат труда Светланы Горчаковой. Художницы и уроженки Болхова, которая уже 19 лет преподает изобразительную науку в детской школе искусств. Приходилось каждую сказку читать по нескольку раз, чтобы придумать сюжет определенный. Что можно было выбрать самые интересные, запоминающиеся. Сказки написаны в стихах. В этом состояла сложность. Иллюстрации выполнены в любимой технике художницы – смешанной. Все 35 изображений Светлана писала с помощью акварели и туши. Сказки рисовать было быстро и интересно. Захватывающе. Сказку делала 2-3 дня. 2-3 вечера после работы. А потом приходила на работу и детям показывала. Они оценивали, вводили коррективы. Многих персонажей для иллюстрации придумали сами дети. Синего чертика рисовали вместе с детьми. Они у себя на бумаге, я у себя. Даже какие-то движения приходилось заставлять детей делать. В некоторых картинах можно увидеть болховские мотивы. Например, Спасо-Преображенский собор, над которым пролетает трехглавый Змей Горыныч. И, как оказалось, неспроста. Была в Болхове такая легенда о том, что люди, которые приходили попить Хмельнова на место, где когда-то существовала крепость болховская, потом неизвестно, каким образом оказывались вовра, исподрятыми локтями, побитым лицом, порванной одеждой. И некоторые люди говорили, это их зеленый Змей, Змей Горыныч унес. И это лишь одна из болховских легенд, который на протяжении шести лет кропотливо собирал и описывал в сказках Владимир Федин. Помимо городских историй вдохновения автор искал и в людях. Так героем одной из сказок стал некий болховчанин Алексей Карпов. Посмотрел на этого человека, на то, как он трудится, как он с душой ко всему относится. И у меня поделился смысл написать сказку о болховчанине. Сказку я это назвал, в стихах написал. Сказка называется «О болезшей кузнеце и серебряному ворсю». Писательской деятельностью Владимир Федин занимается с самого детства, около 70 лет. Сейчас он состоит в Союзе военных литераторов. Болховские сказки – это его восьмая книга, которую Владимир написал для своей внучки. К сожалению, выпустить удалось всего пять экземпляров. Слишком большая сумма требуется для печати. Но автор верит, что в скором времени сборник сказок сможет приобрести и прочитать не только его внучка, но и любой ребенок. Карина Лаврушина, Андрей Погосян, телеканал «Первый областной». А вы знали, что мальчики и девочки в дворянских семьях до трех лет носили почти одинаковые по фасону платья? Какой моды придерживались аристократические семьи России середины 19 века? Ответы на эти вопросы в нашей рубрике «Музейная коллекция». Алла Навоженина расскажет о работе художника Бардун, находящейся в собрании картин Орловского музея ИЗО. Сегодня речь пойдет вот об этом семейном портрете. На нем Екатерина Ивановна Новосильцева, урожденная графиня Апраксина с детьми. Этот семейный портрет выполнен в 30-е годы 19-го столетия немецким художником Карлом Бардун, несколько лет работавшим в России. Итак, перед нами супруга сенатора Николая Петровича Новосильцева, Счастливая мать в окружении шестерых детей, двух дочерей и четырех сыновей. Они расположились под деревом, мощный ствол которого символизирует крепость семьи и рода. Самая старшая из детей Мария, она с плетеной корзинкой. Справа от нее с белой шалью в руке родившаяся третьей Екатерина. Вторым и четвертым ребенком были сыновья Ардалион и Василий. Они стоят слева в темно-синих курточках. Пятого Петра, державшего хлыстик, мать обнимает правой рукой. Он в платьице, который дети носили до трех лет без различия пола. Шестой, самый младший Иван, тоже в платьице и с яблоком в руках. Сидит на коленях матери. Портрет отличается гармоничностью композиции. Яркой и чистой цветовой гаммой. Доминируют белые, голубые и синие тона. Их дополняют желтые, коричневые с небольшими вкраплениями розового, красного и зеленого. Пейзажный фон со светлым голубым небом и легчайшими белыми облаками рождает ощущение безмятежности. Родовое имение Новосельцевых с Величественным парком находилось в селе Воином Центского уезда, неподалеку от усадьбы Тургеневых. Иван Сергеевич хорошо знал изображенных на портрете детей. В 1938 году мать Тургенева Варвара Петровна в письме сообщала сыну новость. Тебя очень интересует знать, вышла ли замуж Новосельцева за Нарышкина. Да, вышла. Но не Марья, Катенька. Марья умирает с досады. Как провести время с пользой узнаем прямо сейчас. В Кривическом музее мемориальная выставка Валентины Павлой. Остановленное время. В Военно-историческом музее продолжается выставка без срока давности. В музее Тургенева выставка к чужим берегам непредставшие. Музей ЗОМ. Блюз над Парижем. Посещая места массового скопления людей, не забывайте про социальную дистанцию и использование индивидуальных средств защиты. На этом я с вами прощаюсь. Берегите свое здоровье. До встречи. Музей ЗОМ. Блюз над Парижем.